Итак, ребятки, можете поздравить меня, я только что вышла из Волмарта и купила себе Kitchen 8 набор, он сегодня вместо 180 долларов стоил 100. Мне нужны были на самом деле сковородки, вот просто срочно, потому что я выбросила. И кастрюли мне нужно было еще две, одну такую поменьше и одну такую побольше. И я сказала, ну здесь такой набор, здесь 10 писов, здесь как получается одна сковородка глубокая с крышкой, две сковородки без крышки, одна чуть поменьше, вторая вообще маленькая. И две кастрюльки небольшие, одна большая. Как раз то, что мне нужно. Я думаю, уже куплю, потому что одна сковородка нормальная стоит 30 долларов, а тут я уже за 100 долларов куплю такой набор. В общем, короче, взяла, буду смотреть. По идее, Kitchen 8 не самая последняя фирма, в принципе, нормальный уровень, так что посмотрим. Итак, я вам хочу продемонстрировать сегодня непосредственно уже свой набор, который я купила вчера. Он включает в себя такие вот две сковородочки без крышки, то есть одна там поменьше, другая чуть побольше, и третья, она такая глубокая с крышкой, вот вы ее можете вот наблюдать, вот это вот она. Вот, очень удобная, то есть все, что можно протушить, то есть это кастрюля-сковородка такая, да, вот, то есть очень-очень удобная с ручкой, с крышкой. Кстати, эта крышка подходит на вот сковородку, которая вот эта вот тоже на нее подходит. Вот, дальше вы видите, значит, кастрюлька, в ней можно, ну, она такая маленькая, в ней можно либо совсем маленькую порцию каши такую сварить на одного человека, либо яички сварить, либо что-то подогреть, вот, значит, это чуть побольше. Такая уже кастрюлька, в ней можно даже вот порцию такую на один раз сварить кашки, да, там, или риса. Ну, картошку тоже можно сварить, так, если на 2-3 человека, то есть, ну, каша и риса, там будет, допустим, гречневая каша и риса, туда прекрасно поместится, на, для, там, даже четверых хорошо покушать. Вот, значит, в этой кастрюльке где-то около, там, по-моему, было написано, около полтора литра в этой кастрюлечке. Вот, и вот эта большая кастрюля 4-х литровая, тоже с крышкой, очень удобные ручки, которые удобно брать, там, не накаляются. Вот, тоже там и для супа, пожалуйста, и для, там, жарковой, для чего хочешь. То есть, естественно, такое, более-менее, такая, она сама, вот, толстенькое дно. Ну, не так, чтобы совсем уже толстые, они достаточно легкие, при том, что они выглядят достаточно громоздко, они достаточно легкие. Я напоминаю, это киченейт, в принципе, не последнее качество. Я еще пока что не воспользовалась кастрюлями и всеми сковородками, я воспользовалась только пока что, вот, крайней вот этой вот сковородкой кастрюля, которая я в ней, там, притушивала, по-тайски делала, в тайском стиле, рисовую лапшу, там, с овощами, да. Вот, ну, в общем, в целом я довольна пока что, чисто визуально, внешне, да. Посмотрим, как будет в использовании, пока что я чисто визуально довольна, мне как раз нужно было вот эти все, мне нужна была еще кастрюлечка одна поменьше, одна большая и сковорода. Ну, и мне нужна была и большая и маленькая, то есть, как раз в этом наборе все учтено. Значит, напоминаю, что набор этот стоил 180 долларов, сейчас я его купила по скидке за 99, ну, будем говорить, 100 долларов, да. Вот, пока что я довольна, мне нравится, что есть крышки, потому что это немаловажно, когда вот в сковородке есть крышка, чтобы можно было там, допустим, котлетки там жарить, там, какие-то сырники, то есть, все, чтобы можно было прикрыть, да, крышка, это важно. И вот эта крышка, вот она подходит на сковородку, то есть, это удобно. Все, хотела просто вот поделиться вам, показать, как это уже непосредственно из коробки выглядит оно. Вот, когда буду готовить, буду вам рассказывать, что там пригорело, не пригорело и как вообще обстоят дела с китченойт. Субтитры сделал DimaTorzok